Если вы в начале число взяли не рациональное, а какое-нибудь более сложное, ну, например, то самое число пить, отношение к длиной окружности, где оказано, что это число нерациональное, все, процедура тогда никогда не останется. Или корень из двух. Корень из двух, совершенно верно. Корень из двух, очень интересное число. Это диагональ клеточки, длина диагонали. Отношение диагонали квадрата к стороне квадрата. Корень из двух. Там тоже процедура будет бесконечная. Ну, давайте так. Я все-таки сейчас не очень готов взять какие-то совсем сложные числа. Мы сейчас хотим понять, почему разложение в цепную дробь всегда довольно быстро заканчивается. Это очень легко объяснить. Ну, вот здесь вот, видите? Да. Было число 286, разделили с остатком, и остаток, получается, совсем маленький. 581, но если... Да, здесь остаток маленький. Понимаете, да? Есть. Замечательно. А теперь такая идея. Понимаете ли вы, что меньше, чем единица, вот здесь не бывает? Вот в этих местах. Там, где вы делились с остатком. Да. Так вот, я хочу сейчас исследовать такую цепную дробь, у которой все элементы равны единице. Вы согласны, что в некотором смысле это самая простая цепная дробь? По-моему, такая дробь невозможна. Почему? Почему это невозможно? Потому что... Я ее вам напишу в виде дроби, мне не жалко. Единица. Единица, деленная на... Смотрите, опять, вот это единица. Единица, деленная на... Вот это теперь единица. Потом... Вот эта единица. Господа, здесь все легко. Но доски... Что доски? Все идеально. Так, тут в принципе надо посмотреть, сколько их штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять. Ну да, чуть-чуть не влезло, но ничего. Дормально? Ну, одна первая, это не дробь. А что это? Это одна целая. Чего, чего, чего? А, вы хотите сказать, что в процессе нашего рассуждения такая штука получиться вообще не могла? По праву. Но, с другой стороны, вот это выражение, оно вообще существует? Да. Существует? Вот, давайте мы его все-таки рассмотрим. Хорошо? Почему я его хочу рассмотреть? Потому что, в некотором смысле, если количество этажей такое, то это самое меньшее, что может быть. Потому что, если мы сюда, например, 8, сюда 14, сюда 25, то понятно, что будет больше, да? Это в некотором смысле самое-самое-самое-самое-самое маленькое. Так вот, как это записать в виде обыкновенного? Это называется одна этого, а мне нужна обыкновенная. Числитель? Знаменатель. Одна. Одна и первая. Неверно. Ни в коем случае. Я целая. Одна целая что? Нет, это сложно, более сложная штука. Одна целая 8, 13. 8, 13. Одна целая 8, 13, это, проще говоря, 21, 13, да? Так, почему? Я посчитал. Я посчитал. Замечательный ответ. Понимаете, это как компьютер, да? Вы его спрашиваете о чем-нибудь, он вам отвечает. Вот ответ такой-то. Ну, а какие-то объяснения, пояснения, комментарии? С конца начинаю. Вот, давайте. Именно, очень правильно, конечно, с конца. Конечно, надо просто потихонечку распутывать все это. Смотрите, внизу, в самом низу. Один плюс одна первая, это сколько? Два. Два. Объединить, не надо стирать, надо ввести в кружочек такой. И напишите, что это два. Так, два. Один плюс одна вторая, это сколько? Три вторых. Это все время. Так, обведите и напишите с треть вторых. Да, 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 да. Так. Три вторых. Так. С три вторых перевернуть, это будет две третьих. Один плюс две третьих, это сколько? Да, да, да. Замечательно, решите. Пять третьих. Три пятых плюсы. Слушайте, а можно мы будем выписывать то, что вы сейчас пишете? Не вот здесь, вот химфромом, нет, ни секунду. А таким образом. Началось все с блоки, да? Так, две первых. Дальше что у вас было? Три вторых. Три вторых. Дальше. Пять третьих. Пять третьих. Следующий, да? Один плюс три пятых, сколько? Восемь пятых. Это мы уже вот сюда дошли. Да. Дальше. Тринадцатый. Кто-нибудь узнается, что это за число? И... И вот с одной. Национальный список тринадцатый. Спасибо, слицей, слицей, давайте я объясню. Господа, вообще-то это поставили с танцами. Здравствуйте. В этой последовательности есть специальное имя. Последовательство Фибоначчи, совершенно верно. Отношение соседних чисел последовательности Фибоначчи. Вот, еще раз. Один плюс одна первая, это двое. Одна вторая. Три вторых. Две третьих. Да? Один плюс две третьих, это пять третьих. Вот это вот уже все. Три пятых. Вместе с единицей, это восемь пятых. Восемь тринадцатых и единица, это... Еще раз. Двадцать одна тринадцатая. Господа, давайте мы напишем общую форму. Представьте себе, что у нас вот этих вот единичков будет написано не конкретное количество, а вот сколько? Единица, точка с запятой, один, один и так далее. Вот здесь вот всего будет н единиц. Давайте еще все-таки давайте н единиц. Давайте вспомним, что-то важно всегда. Три третьих, это двойка. Фи четвертая, это тройка. Ну и вообще, очередное число Фибоначчи. Фи четвертая, это фи четвертая, это фи четвертая плюс фи четвертая. Число Фибоначчи равно сумме двух предыдущих. Так? Да. Отлично. Тогда, смотрите, если у нас н равно единице, то ответ это две первых. Так? Да. Две первых, это что такое? Это третья, что Фибоначчи, это вторая. То есть это будет фи н плюс второе делить на фи н плюс первое. Так? Да. Ну, наверное, даже, чтобы формула покрасивее, лучше давайте сделаем так. Пусть н единиц будет не здесь, а в сегодня. Ладно? Тогда здесь будет даже еще лучше. Знаменатель будет фи н, а здесь будет фи н плюс фи. Просто отношение двух подряд идущих чисел Фибоначчи. Вас интересует, как это доказать. Это очень легко. Вот представьте себе, что вы уже знаете вот такую формулу для какого-нибудь н. А, нет, давайте проще. Давайте проще. Берем вот это частное и вместо н пишем н плюс один. Вы согласны, что будет? Так или нет? Так. Формулу знаете вот эту? Число это сумма двух предыдущих. Отлично. Пишем это фи н плюс первое плюс фи н делить на фи н плюс первое. Отлично. А теперь вопрос. Когда мы так будем делить, понятно ли вам, что... Вот такая форма выявлена. Поделить сумму чисел на число, это то же самое, что у каждой слоганки. Делить число и сложить. Да. Сколько будет, когда фи н плюс первое делишь на фи н плюс первое? Единица. Плюс. А здесь, когда переворачиваешь, что будет? Здесь будет фи н плюс первое деленное на фи н. Так? Да. Все? Все. Задача о вот такой дроби свелась с того, что надо все это единица плюс единица делить на тропь с меньшим, да? Когда я единица уменьшилась. Все еще понимаете? Да. Значит, когда вы пишете подряд единички, 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 то на самом деле у вас получается не просто какая-то случайная тропь, а у вас получается частное двух соседних чисел Фибоначчи. Кстати, теперь понятно, почему я все-таки в конце здесь написал не двойку, а единицу. Потому что, если вы напишете бесконечно много, то вы получите знаменитое число. Может быть, кто-нибудь уже догадался? Нет. Как называется? Когда вы делите два числа Фибоначчи, соседние, с очень большими номерами. Там миллион первое число Фибоначчи делится на миллионное число Фибоначчи. Или, я не знаю, миллиардное число Фибоначчи делится на предыдущее. Что это за число? Наверняка это слышали. Золотое сечение. Слышали такое слово? Да. Замечательно. А что такое золотое сечение? Просто определение. Насколько я помню, это ряд чисел. Нет, это золотое сечение, это конкретнее число. Я не помню, я писала про этот проект, но... Замечательно. Это проект, это... Ребята, вообще никогда нельзя давать себя, что это забдурите, потому что, когда вам говорят, что вы там в вашем возрасте должны двигать науку вперед, делать какие-то научные проекты, всегда понимайте, что перед тем, как делать научные проекты, неплохо будет науку выучить. Я не пытаюсь вас сейчас обидеть, это... Я бы терпеть не могу все эти слова проекты, это ужасно, когда... Потому что дети не забрать, на самом деле. И когда говорят, что, а вот он там, не знаю, в пять с половиной лет сделал великое научное открытие, значит, просто фрукту. Я помню какой-то храм, ну не храм, а в Риме тоже. Ну не в Рим, везде. Художники очень-то любят золотое сечение. И вот давайте сейчас поймем... Роберт и мозг у нас. Вторая работа была посвящена этой монолизе, и там по лицу монолиза была построена по золотому сечению. А что это означает? По-моему, там идет спираль. Да, 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 отлично. Отношение сторон квадрата. Один к одному. Так? Угу. Что такое три первого? Двяк один. Два к одному, так? Да, нет? Да. А что такое три? Да, это три на два. Поняли? Вот здесь три, а здесь два. Догадайтесь, что дальше можно сделать. Можно, конечно, нарисовать квадрат. Ну, здесь у меня не очень близко, поэтому я с этой стороны нарисую. Не так важно. Важно, что здесь три, здесь три. Получайте пять ведрем. Так? Хотите, это можно по спирали раскручивать. Хотите, как я сейчас... Не важно. Важно, что на каждом шаге мы прерисовываем квадрат. И вот здесь вот уже получилось сколько? Пять на пять. Нет. Восемь? На восемь. Пяти. Ну, разумеется. Потому что как бы... Да, получается. Сибоначи, да. И как же это используют художники? Они говорят, что давайте мы прерисуем квадрат. Да? И скажем, что у нас фактически что получилось? У нас получилось. Получился холст, от которого мы отрезаем квадрат. Ну, что-нибудь прерисуем. А вот у этого холста отношение сторон почти такое же, как у этого большого. И точное определение золотого сечения – это вот. Это отношение сторон прямоугольника, которое обладает таким вот забавным свойством, что вот этот прямоугольник, а когда мы отрезаем от него квадрат, вот этот квадрат, то получается прямоугольник с таким же отношением сторон, как большой. Непонятно? Понятно. С другой стороны, художники пишут, что замечательно, им там нужно располагать объекты на картине. Вы же понимаете, у любого художника, кроме того, что просто тщательно, кистью все, что надо нарисовать, есть еще просто такая проблема, чтобы то, что его интересует, разумно располагался на картине. Правильно? Ну, да. Как-то естественным образом, чтобы зрителя это не возмущало, да? Так? Хорошо. А неужели вы не знаете какого-то другого примера, где золотое сечение даже еще? Раковина. Это все на тему вот этой вот спирали. Это уже все поняли. Что? Скульптура. Человек с раскинутыми чуть-чуть вверх и чуть-чуть вбок руками и чуть-чуть расставленными ногами. Это ветрувязки? Да, да, да. Вспомнили? Ветрувязки, да. Пятиубольные получается. Если художник хорошо постарается, то получается вообще идеальный пятиугольник. Такой высокий, с раскинутыми руками. Поняли? Голова, руки, ноги. Так? Да. Художникам всегда главный человек, который рисовался. А, это, по-моему, Микеланджело рисовал. Кто только не рисовал. Открыть-ка, я вам не художник. Я не буду вам вырисовывать. Я не смогу вам, так сказать, сделать это с художными словами. Но это суть пока. Все, что там на самом деле есть интересного, это правильный пятиугольник. Давайте посмотрим на правильный пятиугольник. Имеется в виду, у него все стороны одинаковые длины и все углы тоже одинаковые. Так? Да. Отлично. Понимаете, уважаемая публика, что вот этот отрезок параллельный оттуда. Да. Ну, диагональ пятиугольника параллельна стороне. Отлично. А вот эта диагональ параллельная? Да. У меня на картинке не очень, у меня три угла учатся, но в жизни, если вы называете настоящий параллельный пятиугольник, то будет абсолютно параллельным. Так? Отлично. Как зовут вот эту фигуру? Ромб. Почему вот эти два отрезка равны? Параллельно. Почему вот эти отрезки два отрезка равны? Потому что они? Потому что у пятиугольника все пять сторон равны, а эта сторону пятиугольника. Так? Да. А когда у вас есть два равных отрезка, и вы проводите параллельно и проводите параллельно, то у вас получается ромб. Понятно? Замечательно. Значит, ребята, давайте сторону квадрата обозначим как? А. 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 Сколько будет примерно угол пятиугольника? А можно точно узнать. Смотрите, ведь у нас сколько у пятиугольника всего углов? Пятых штук. Пять. Пять. Второй треугольник и третий треугольник. Пятиугольник состоит из трех треугольников. А у треугольника сумма углов сколько? А. 108. Значит, вы должны на 180 умножить 3 и выставить на 5. Справимся? 108. 180. Правильно сказали? Да. 108 градусов. 108 градусов. Но меня сейчас это не так интересует. Мне все-таки хочется объяснить вам, что такое золотое сечение. Хочется? Угу. Хочется. Так вот, чтобы понять, что такое золотое сечение, господа, сейчас нужно сказать следующую штуку. Оказывается, если вы возьмете диагональ, вот эту диагональ, и разделите ее на сторону, то это и будет золотое сечение. Значит, длину диагонали давайте посчитать таким образом. Это вот этот отрезок А и плюс еще вот этого. Согласно? Да. Давайте вот эту штуку обозначим будет А и Б. Значит, диагональ будет А плюс Б. Так? А плюс Б. Замечательно. А плюс Б. Так, а делить на сколько? Мы договорились. Диагональ делить на сторону. На А. На А. Отлично. А плюс Б делить на А. Хорошо. Так, господа, а теперь нужно сообразить. А плюс Б делить на А. Можно ли это записать поменьше? А делить на А это сколько? А. А делить на А. Б делить на А. 1 плюс Б делить на А. Ну, то есть, другими словами, 1 плюс 1 делить на А Б. Так? Да. Так. Хорошо. Хорошо. Теперь я утверждаю, что существует правильный пятиугольник, у которого диагональ это А, а сторона это Б. Как вы думаете, я способен такой пятиугольник придумать или нет? Ну, вот, вот так. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Господа, этот отрезок, это тоже Б. Все понятно, почему? Да. Потому что вот эта штука, это осенят для всей картинки. Вот здесь Б и здесь Б. А сколько здесь градусов? Сколько здесь? 108. Господа, вот он отрезок А, вот он отрезок Б, вот он отрезок Б. Вот этот большой исходный. У него есть сторона А. Вот она, да? А, 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 А. Вот пять отрезков. У него есть диагональ, который мы обозначили А плюс Б. Ну, что такое? А, А вот это, либо вот это. Так? Тогда вот это тоже Б. И есть то, что называется подобные треугольники. Вот этот треугольник имеет такие же углы, как вот этот. Понятно почему? Потому что эти отрезки равны, и вот этот угол равен, это прохартикально. Так, меня все понимают сейчас? Понимаете? Подобные, это значит, как фотография уменьшенная. Да. Можно сказать, если сквозь Z, O, O, M. Зум? Да. Понимаете? Сколько-то раз увеличить, сколько-то раз приблизить. Вот туда-ли. Подобные треугольники, это треугольники одной формы, но, может быть, разных размеров. Вот этот типичный пример. A плюс B относится к A так же, как A относится к B. Это и есть вот ущелье. Да, и так далее. И так далее. На картинке это получается, у нас был пятиугольник, у него была сторона A и диагональ A плюс B. Вот здесь вот рисуем пятиугольник. У которого вот это стороны, а вот это диагональ. Дошло? А. Вот. Таким образом, первое, что называется, в нашем с вами рассмотрении, иррациональное число, это вот что такое. Это когда здесь стоишь многоточек. То есть, когда берешь единицу, точка с запятой, а дальше до бесконечности. Называется золотое сечение. отношение длины диагонали правильного пятиугольника к чему? Его стороне. Замечательно. Догадайтесь, какое будет наследующее упражнение. Пи? Это в институте. Куринь-звух. Нет, а пи это с вами абсолютно нереально. Засем нереально, потому что это нужно очень хорошо знать, симпатический анализ. Это вот так вот, понятно, да? Картинка не делается абсолютно. А вот куринь-звух может. Картинка там не менее симпатичная, чем здесь, но, к сожалению, время кончилось. Я надеялся, что успею, но не успел. Продолжение следует...